Вопрос-то законный. Ну, и все, опять мы в лаборатории. Там, конечно, сильнейшая сделана сцена, порублена вся на куски. Но если ее целиком посмотреть, без этих самых отвлечений на цивильную жизнь, понятно, чем не сделано, если ее целиком запустить, если бы это был полный метр, конечно, сложнейшая работа. Потому, что мистер Уайт говорит без остановки, чистого хрона минут 12, наверное. Очень много. Там, конечно, ему это не монолог, это диалог, ему подыгрывают все вокруг. Но это вот сидя на месте, потому, что ему прямо это, когда он пытается вскочить, ему маленький армейн салфет. Корону Российской империи. Вот ему там вот сиди, 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 не надо дергаться. Так спокойнее ты его... И уже напрыгался. Хватит прыгать. Допрыгал. Вот пока он сидит на месте, ему невозможно бегать, размахивать руками и, короче говоря, показывать язык тела во всей красе. Он вынужден делать это сиди. Поэтому все лицом и голосом это очень тяжело. Тем более там все решено в таких полутемных тонах, так что его самого не очень сильно видно. Ну, прямо скажем, на него нет этого направленного софита, так чтобы было видно, что он там плечами может дергаться, ногами сучить как-нибудь по-интересному. Ну, я, конечно, понимаю, вот был бы там Данила Козловский или, например, талантливый актер безруков. Они просто... Совершенно другое дело. Эти бы сыграли. Истерика? Орать нужно. Орать. Причем чем громче орать, тем лучше. Чтобы на галерке слышали и отвратительные рожи корчить. Чтобы там еще и видели. И видели при этом. Да. Русская театральная школа. Я помню... Когда-то очень давно был я на Туречине, не нужен нам берег турецкий, вот я был на этом берегу Турецком и в какую-то жопу мира мы заехали прям вообще, где совсем не говорят по английскому языку. Вообще никак. В турецкую жопу. В турецкую жопу мы заехали, да. И там была масса греков, которые узнали, что мы русские, и тут же побежали с нами яростно дружить. И вот прибежали какие-то бабки, и давай с нами разговаривать на греческом языке, а мы девцом ногой. Тогда они посоветовались, привели вторую группу бабок, которые стали разговаривать с нами по греческому языку, но в два раза громче. И потом они привели третью, самую толковую бабку, которая просто орала так, чтобы даже начали что-то понимать постепенно. Как всегда, с иностранцами надо орать. То есть, медленно и громко говорить, глядя в глаза, тогда они все поймут. Это я еще в Эрмитаже изучил эту тему. Это школа всех наших смотрительниц. Приходят китайцы, что-то спрашивают. Так нужно по-русски марать, иди прямо и направо. Дебил. Прямо и направо, я сказал. А, все понял. И идет правильно. Козловский лучше сыграл, конечно. А вот Уолтер Уайт как мог уже играл, понимаешь, Крэнстон Брайан. Абсолютно очень тяжелая сцена, она со всех сторон тяжелая. И, конечно, самое главное, в силу того, что фильм я уже смотрел три раза из-за того, что мне его разбирать надо, мне уже как-то драматизм не так сильно цепляет, а моменты производственные очень сильно цепляет. Потому, что столько времени непрерывно говорить, так, чтобы зритель не заскучал, а потому, что это очень длинная текстовая вставка, вообще-то она противопоказана в среднем. Нельзя, чтобы столько говорили, просто никак нельзя. Потом там еще Фринг появится, который в отличие от мистера Уайта вообще только одно слово скажет за все это время. Одно. И при этом тоже сыграет на все деньги вообще. Вот это вот монолог и пантомима одновременно, я прям это иногда смотрел даже стоя просто такой. Хрена себе, они умеют, вот умеют. Не просто так. Этот всеобщий любимец Ганнибал, лектор, он же Антон Гопкинс, доложил, что немыслимый талант. Просто немыслимый у гражданина Крэнстона вообще. Очень мощно. Ну, вот собственно, что гражданин Крэнстон Хайзенбергов рассказывает. Рассказывает о том, что сейчас там 8 утра, пора через 15 минут заваливать. Или мы просто уложимся в график, который тебе, между прочим, Майкл выдал твой родной шеф. И если мы сейчас запорим, вот мы сейчас только народа перевалили, еще сейчас партию запорим, вот тогда он будет вообще совсем недоволен. Мы же не хотим, чтобы он был совсем недоволен. Так он будет просто недоволен. Ну, посмотрите, ботики его нет. Валить больше некому. А тут сидят два тех самых чувака, которых вы наняли, чтобы они, собственно, валили. И тут-то вдруг перевозбудившийся от всего происходящего, Виктор выбегает и говорит, да, говорит, гений, ты чертовски прав. Мы тут ради варки. А я, говорит, за тобой два месяца смотрю и весь твой рецепт знаю до последнего шага. Я сам все сварю. И принимается бегать немедленно по лаборатории, собирать какие-то ингредиенты, что-то включать, переключать рубильники, поворачивать штурвалы. Ну, и, конечно, мистер Уайт просто говорит, так вам нужен был этот пятикантроп? Зачем вы меня наняли? Эй, говорит, гений, атом углерода в такой-то там сетке, он хиральный или бихиральный. Я, говорит, что-то забыл. Слушай, если отставить весь твой гон, будет только рецепт, сообщает ему Виктор. А там, говорит, как поваренные книги, делай, как написано. И бежит заваривать. То есть, Виктор, будучи грамотным, подсматривал. Молодец. Ну, там, конечно, правда, ему там дальше мистер Уайт, точнее не ему, а старшим коллегам мистер Уайт сообщит. Чуть дальше. Снова мы в лаборатории, где Виктор бегает и пытается что-то приготовить, ну, конечно, конечно, а нормализовать это, говорит, чем будешь? Алюминий-то ты, конечно, забудешь, потому что такое нормализация, ты тоже не знаешь. А он такой... О, алюминий. Закидывает в бочку алюминий. Фак. Зараза. А тут-то открывается дверь и входит Густаво Фринг. Совершенно каменные рожи. Вот как они умудряются так свет ловко поставить, так заставить его зыркать, чтобы было видно, что рожа-то каменная, вообще ничего не шевелится. Но он не просто зол, а он просто в бешенстве. Вот до последнего предела, насколько можно человеком взбесить. Очень ловко и сделано. Причем именно, что скорее и больше всего световое решение. Потому, что там они так фонарем высвечивают физиономию его. Аж смотреть жутко. Но все-таки он актер. Нет. Он... Все-таки за ним режиссер. Да. Поэтому, да. Объединенное. Все. Мистер Уайт продолжает свой диалог, борьбу за огонь фактически. Густаво. Газ. Газ. Но ты же профессионал. Ты же бизнесмен. Ты же понимаешь, что... Ты поставил Гейла против меня. Говорит. У него не было ни единого шанса. А чего ты ждал, что я буду просто сидеть и ждать, пока меня он заварит? Нет. Я вынужден был бороться за свою жизнь. Вот так вот. Это ты виноват. Это ты убил. Ты все устроил. Да. Ты все устроил. Убил Гейла. Давай лучше заваривать. Тебе говорит. Вот этот будет варить, что ли? Зачем тебе я был нужен? Да. Я, говорит. Тебе нужно. И Джесси. Я и Джесси. Точно не этот пятикантр. Ну и... Опять же мимо ходит этот самый Виктор, поглядывая со значением. Он говорит. Слушай, говорит. Вот все просто. Сейчас лето. Повысится влажность и температура. Товар пойдет мутный. А как он это поправит? Я вот знаю, как поправить. А он знает. А если, говорит, придет бочка длинного прекурсора, как он его проверить? Он же не сможет его проверить. А я смогу. В химии же он не учился. А я вот учился. Поэтому тебе же профессионал нужен, а не вот этот неандерталец. И как он его обзывает? Короче, обидно обзывает. Обзывает обидно. Дальше, говорит, ты можешь убить меня и Джесси. И тогда у тебя будет лаборатория стоить там сколько-то миллионов долларов и две бочки с трупами в пустыне. И никаких денег. Ты не можешь позволить себе таких дорогих шагов. Не можешь. Потому, что ты же бизнесмен. Ты что-то ради денег. Ну, я готов варить. Давай нам варить. Очень напряженная, конечно, тема. Еще главное. Он еще успевает завиноватить Фринга. Еще и выкатить альтернативу. Говорит. Потому, что ты можешь убить меня. Кстати, придется убивать Джесси. Можешь убить Джесси. Тогда ты точно придется убивать меня. То есть, мы или вдвоем варим. Или все. Все прямо здесь заканчивается. Ну, а виноват во всем ты. Потому, что зачем ты ко мне этого бочекера подослал? Звучит песня Александра Марцинкевича и группы Кабриолет. Говорит. Сдержать слезу я не могу. У края пропасти стою. Ловко. Выворачивается. Ловко. Молодец. А мистер Фринг при этом вообще ничего не знает. Молчит. Кремень. Молчит и снимает свой шикарный пиджак, галстук, рубашечку. Все это развешивает в шкафчиках переодевательных. И достает ОЗК оранжевое. И в это ОЗК опять же молча, поглядывая на них через очки, пока там этот распинается, начинает одеваться в ОЗК. А он аккуратный такой, к ужасу такое. Хочет всех отравить. Ходит вокруг, доходит до стола, такой смотрит, смотрит и видит канцелярский нож, который там оставил Геюр Боттикер. Берет такого. И подходит к мистеру Уайта. Смотрит на него. Ну, это ему тоже там давать. Ну, чего? Чего? Или его убери, или меня, или обоих. Миллионы долларов. Что-то. Разворачивает просто шикарно. Ну, и тут же подходит этот самый... Виктор там типа допрыгался. После чего мистер Фринг подходит к Виктору и перерезает его сонную артерию. Неожиданно. Вот. Еще так его за голову подходит. Смотри, блядь. Тоже молча. Все в кровище. Виктор хрипит, дергается. Вообще настолько неожиданно. Понятно, что Фринг понимает, что его же запалили. Что с ним теперь делать-то? От него хоть очень не хочется, но надо избавляться. Ну, а если избавиться наглядным образом... Польза будет. Хоть чуть-чуть может задуматься. Педагогический эффект. Я смотрю, там много макаренков среди латиносов. Да. Ни с чем не сравнимый педагогический эффект. Таланты, да. Это во-первых. Во-вторых, нужно же понять как-то наглядно младшему коллеге, что начальство немножко расстроено. Вот. Расстроился. Видишь, пришлось зарезать собственного человека у вас на глазах. Первого я застрелю. Да. Вы будете стрелять человеку в спину, но... Надо же как-то дать понять, что мы настроены серьезно. Все. Все сидят. Даже много чего повидавший Майк Эрбентраут охренел. Он только там... С пистолетиком лужа крови растекается. Подбирается к басмакам. Очень красивым, кстати, басмакам. Мистера Уейтл like, да. Уейтл так же молча. Снимает себя у ЗК. Выкидывает его в мусорное ведро. Моет лицо. Руки. Приглашивает прочăску. Одевается в пиджак. Выбрасывает нож. Поднимается по лестнике. И только говорит работайте! И уходит. Вот одна фраза. Единственное слово. Одинственное слово сказал. Все. Молодец. За все время. Огонь просто. Настолько сцена гениально решена. Вот снимаю шляпу. Там много есть хороших сцен во всем сериале. Это одна из лучших. В смысле актерской игры, операторской работы и вообще режиссерского решения. Когда один пляшет и изделяется, один все время молчит просто. И оба просто в дуэте сыграли феерически. Просто феерически. Звуки. Мелодичные звуки латинской музыки какой-то. И этого самого Виктора уже в бочку запихивают. Совместными усилиями. Звучит. Практически. Причем запихивают его. Он же лежит. А его пытаются то бочку на него накатить, то в бочку вкатить. И чего не получается. А вообще-то смотрит невыспавшийся Эрментрау. Говорит. Идиоты. Ты бери его за ноги. А ты приподнимай бочку. Вот так лучше. Научил. Научил. У него опыт как раз большой. Это мы можем. Вот так вот. Все туда уже летит. Нож, пистолет, костюм. Достаются немедленно дежурные банки с кислотой. Зачем интересно? Что он с ней растворит? Ну, и там имеется в виду, что биоматериал убьется. Даже если его найдут, они не смогут анализ ДНК взять и по зубам ничего определить. Потому, что все это будет безнадежно испорчено. Кто это? Это ничего. Студий нет. Ну, и дальше уже все. Мелоничные звуки музыки показывают, как эту бочку уже на стяжку на металлическую запаянную вместе с мусором выводят из прачечной. Куда-то на общем грузовичке. Все. Поехал Виктор как викинг в последнее путешествие. В вечно. Виктор уезжает в вечности. Да.